Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Аллилуйя! Слава Господу! Я снова хочу прочитать это местописание. Это одно из моих любимых мест Писания, потому что оно помогло мне пройти один из самых трудных периодов в моей жизни. Я проходила сезон испытаний, который длился определенное время, и Бог повел меня в послание филиппийцам 4.11 в расширенном переводе. Павел находится в тюрьме, и он пишет, «Я научился быть довольным, удовлетворенным до такой степени, что я не встревожен и не обеспокоен, в каком бы состоянии я ни находился». Итак, он говорит, «Мне пришлось тренироваться, направлять свое внимание на правильные вещи, переводя его с неправильных вещей. Знаете, если вы хотите, чтобы у вас когда-нибудь была сильная вера, вам придется научиться управлять своим вниманием». Кто-нибудь помнит, как в школьные годы у вас был любимый предмет, и на нем вы были само внимание? А на уроках, к которым вы были безразличны, вы даже не пытались сосредоточиться, и потому эти предметы вам давались трудно. Не то чтобы ваш мозг хуже работал. Ваше внимание слабело. Аминь? Ваше внимание слабело. Если, приходя в церковь, вы невнимательны, вы не извлечете той пользы, которая вам доступна. Не достаточно присутствовать. Необходимо быть внимательными. То есть, не подсчитывать потолочные панели или количество лампочек, а дисциплинировать себя. Если мы хотим иметь веру, нам следует дисциплинировать себя, дисциплинировать свою умственную жизнь, дисциплинировать свои слова и поступки, потому что вера связана со вниманием. Аминь. Как Павел мог сказать, «я научился быть довольным»? Сидя в тюрьме, он сказал, «я не встревожен», «я не обеспокоен». Как он смог этому научиться? Откройте со мной, пожалуйста, 22-й псалом. Нам очень важно кое-что понять. Если нам тяжело, это не значит, что нам нужно больше победы. Нам нужно лучше понять нашу победу. Понимаете? Люди пытаются заполучить победу. Она у вас уже есть. Вы просто не понимаете всего, что связано с вашей победой. Я хочу, чтобы вы кое-что увидели в 22-м псалме, 4-м и 5-м стихах. Псалмопевец Давид говорит, «Если я пойду и долиною смертной тени...» Кто из вас понимает, что долина смертной тени – это не только тот момент, когда люди оставляют землю и отправляются на небеса? Долина смертной тени – это земля. Это земля. Это ваша земная жизнь. Пока мы на этой земле, мы идем долиною смертной тени. Вы спросите, как это возможно? Бог же сотворил землю. Да. И он отдал ее в распоряжение Адама, а Адам передал ее дьяволу. И во втором послании Коринфянам 4,4 слово называет дьявола богом этого мира. Бог не предназначил дьяволу быть богом этого мира. Раньше Адам был богом этого мира. Потому что бог передал все владычество Адаму, поместив его в саду. Но потом Адам совершил государственную измену и передал власть дьяволу. Поэтому теперь он бог этого мира. Именно отсюда все беды, все страдания, все трагедии, все трудности человечества. Не потому что бог допустил, а потому что бог этого мира действует. Он назван богом этого мира. Но для христиан он богом не является. Мы вышли из-под господства бога этого мира. У нас новый господин. И Иисус вернул нам нашу власть. Он сказал, у меня ключи ада и смерти. Аминь. Итак, ту власть над землей, что Адам потерял, бог вернул нам над нашей собственной жизнью. Потому здесь и говорится, если я пойду и долину из смертной тени, речь идет о жизни в этом мире. Долина смертной тени – это описание всего, что происходит вокруг нас, но это не описывает нас. Аминь. Это меня окружает, но я не в этом. Я прохожу долину. Я в ней не разлеглась. Не ползу по ней. Не прокладываю себе дорогу мольбой. Я просто иду насквозь. Я просто иду прямо мимо всего, что предлагает этот мир. Это все не для меня. Аминь. Если я пойду и долиную смертной тени, посмотрите на это. Не убоюсь зла. Я не убоюсь никакого зла. Почему? Потому что это поток этого мира, а я не от мира сего. Что мы с вами прежде читали? Царство Божье – не пища и питье, а праведность и мир и радость во Святом Духе. Это мой поток. Праведность и мир и радость. Нет страха в этом потоке. Царство Божье внутри вас есть, Иисус сказал. А в послании римлянам сказано, что Царство Божье – это праведность и мир и радость. Так что это наш поток. Поэтому мы и не боимся. Потому что Бог не поместил страх в наш поток. В Его Царстве страха нет. А мы должны черпать из Царства, которое внутри нас, а не из того потока, что нас окружает в этом мире. Поэтому Давид написал, «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла». Почему? Потому что ко мне это не относится. Никакой страх ко мне не относится. Он мне не принадлежит. Мой Отец мне его не дал. Он его мне не предназначил. Он не ведет меня страхом. Он не погоняет мною при помощи страха. Не убоюсь зла. Почему? Он говорит, «Потому что ты со мной». Видите ли, в Ветхом Завете Бог был с ними. Но в Новом Завете Бог в нас. Поэтому мы теперь не просто говорим, «Потому что ты со мной». Мы теперь говорим, «Ты во мне». Аминь. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. И обратите внимание, ты приготовил предо мною трапезу. Посмотрите, ввиду врагов моих. Это можно понять двояко. Вокруг нас постоянно есть враги. Просто потому что мы в мире. Повсюду есть враги. Но прямо в их присутствии Бог накрывает для нас стол. Аминь. Но это также значит следующее. Когда ваши враги демонстрируют свое присутствие, когда они как-то конкретно вас атакуют, вы теперь знаете, что делать. Обязательно будьте за столом. Потому что бывают такие сезоны, когда дьявол пытается вас атаковать. И в такое время, ввиду этих врагов, обязательно будьте за столом. Что это за стол? Слово Божье. Божьи ресурсы. Божье обеспечение. Божье благословение. Аминь. Не совпадение, что Иисус назвал исцеление хлебом детей. Хлеб кладут на стол. Не совпадение, что плоды Духа называются плодами. Аминь. А слово лучше меда. Аминь. Я пока не нашла ничего по поводу овощей. Ну, я и не особо ищу. Есть вода Духа. Новое вино Духа. Все это отображает трапезу на нашем столе. Перед нами накрыт стол. Но позвольте сказать, стол накрыт внутри нас. Почему? Потому что исцеление внутри нас. Плоды Духа внутри нас. Слово внутри нас. В Ветхом Завете Бог мог быть только с ними. Но в Новом Завете Он внутри нас. Трапеза внутри нас. Оставайтесь за столом. Что это значит? Сосредоточьте свое внимание на том, что внутри вас, а не на том, что вас окружает. Люди, попавшие в депрессию, и я говорю о христианах, которые в депрессии, перестали смотреть на то, что внутри них. И начали уделять внимание тому, что их окружает, мыслям, которые кружат у их головы. Аминь. Подавленные люди. Обиженные люди. Люди полной горечи. Перестали вкушать ту трапезу, которая у них внутри. И стали есть со стола, накрытого этим миром. Аминь. Но Бог говорит, что Он приготовил перед нами трапезу ввиду наших врагов. Обратите внимание, прямо посреди наших врагов Бог уготовил нам пиршество. Врагов за столом нет. Для них нет ни одной порции. Дьявол не может ничего вкусить. Вкусить-то он не может, но старается утащить вас от стола, чтобы и вы не вкусили. Он пытается отвлечь ваше внимание от стола. Аминь. Но мы продолжим сидеть. Все внимание на Слове. Только на Слове. Боли приходят, симптомы приходят, проблемы приходят. И они становятся громче. Нет, я не буду оборачиваться, оглядываться на вас. Там нет помощи, там нет обеспечения. Мое обеспечение на столе передо мной, на столе внутри меня. Оно на столе слова, на столе проповеди моего пастора. Я не буду обращать внимания ни на что другое, чем питается этот мир. Аминь. Аминь. Бог приготовил трапезу. И задача дьявола – постараться отвлечь ваше внимание от стола. Отвлекать ваше внимание, отвлекать ваше внимание, отвлекать ваше внимание. Ваша вера связана с вашим вниманием. Если вы хотите сильную веру, сильно дисциплинируйте свое внимание. Вы не найдете ни одного человека с сильной верой, у которого было бы недисциплинированное внимание. Нам следует дисциплинировать свое внимание. Как? Следя за тем, о чем мы позволяем себе думать, что мы позволяем себе слушать о ком-то другом. Аминь. Аллилуйя. Наши враги присутствуют. Но мы должны быть настолько поглощены тем, что Бог нам обеспечил, чтобы сказать, как Павел, «Я доволен, где бы я ни был, я доволен, я не встревожен, я не обеспокоен». Почему? Потому что я ношу стол с собой. Я ношу стол Божьего обеспечения и Его благословений с собой. И какие бы темные и тяжелые обстоятельства ни сложились, при помощи внимания я могу выбрать питаться с правильного стола. Слава Господу, слава Господу. Прямо в присутствии врагов. Люди говорят, «Но ведь дьявол сказал». Ну и что? Он со мной говорит, когда я просыпаюсь, иду спать, Он снова говорит. Ну и что? Библия же говорит, что Он присутствует. Все, что это значит, это, что Он присутствует. Но это не значит, что Он больше, и это не значит, что Он побеждает. То, что Его слышно, еще не значит, что Он побеждает. Он говорит, «Знаете ли вы, что на важных футбольных матчах, например, на матче за суперкубок, на стадионе больше зрителей, чем игроков?» Я не знаю, сколько в каждой команде игроков, но на трибунах тысячи зрителей. То, что они там присутствуют, не значит, что они выигрывают в игре. Аминь. Не важно, что дьявол присутствует. Это не значит, что Он побеждает. Его приход еще не означает Его автоматическую победу. Также и ваше посещение церкви еще не означает автоматическую победу. Суть в том, что вы делаете, что вы делаете, и на чем сосредоточено ваше внимание. Аминь. Но люди думают, раз дьявол так громко себя ведет, значит, он побеждает. Громкость не равносильно победе. А люди пугаются. Но дьявол же сказал. И это их пугает. Вы его услышали лишь потому, что он присутствует, а не потому, что он силен. Просто потому, что он присутствует. Вы видите, здесь висят телевизионные прожекторы. Я никогда, заходя в зал, не волнуюсь. Боже мой, что если они упадут? Боже мой, что же будет? Я даже не обращаю на них внимания. Они там висят, а я даже не замечаю. Именно так нужно относиться к дьяволу. Да, он присутствует. Но кого это волнует? Я не смотрю. Я не смотрю. Я не смотрю. Я не смотрю. Вера знает, на что смотреть и на что не смотреть. Аминь. Аллилуйя. На что вы обращаете внимание, то и будет двигаться в вашей жизни. Чему вы уделяете внимание, то и получит доступ к вашей жизни. Ваше внимание полностью подвластно вам, не Богу и не дьяволу. Аминь. Если вы говорите о недостатке денег, это помешает им прийти. Если вы говорите о болезни, ваше тело будет ослабевать. Будете говорить о болезнях, постоянно твердить о медицине и тащить детей к врачу при малейшем недомогании. И в вашей семье будет множество физических проблем. Я не говорю о халатности. Я говорю о том, что нужно знать, на что направлено ваше внимание. Я не говорю, что не следует обращаться к врачу. Я говорю, что вы никогда не исцелитесь, твердя о том, как вы больны. Аминь. Итак, что же нам делать? Пред лицом боли мы говорим «Иисус мой целитель». Мы намеренно направляем свое внимание в правильную сторону. Аминь. Я просто обожаю одну историю. Она показывает, как поступают у мужей веры, как они на все реагируют. Однажды Смит Вигглсворт лег спать, и посреди ночи его разбудило ощущение злого присутствия в спальне. Проснувшись, он обернулся и увидел, что дьявол в проявленном виде сидит на его кровати. Понятно, почему Смит Вигглсворт почувствовал присутствие чего-то в комнате. Но его не впечатлило то, что он почувствовал. Людям следовало бы перестать впечатляться тем, что дьявол говорит и что они чувствуют. «Их это впечатляет. Он их впечатляет. Нас впечатляет Бог. Он впечатляющий. Аминь». Итак, Смит Вигглсворт оборачивается, видит дьявола, сидящего на его кровати в проявленной форме. И я обожаю его реакцию. «О, это всего лишь ты. Повернулся обратно и заснул». Вот что значит ответить. Аминь. Он не присел и не подумал. «Ой, надо попросить кого-то помолиться. О, надо его прогнать». А просто сам пришел, сам найдет выход. Аминь. Аллилуйя. Но большинство людей, если бы дьявол вот так заявился, рассказывали бы всем своим знакомым, всех бы обзвонили и написали бы кучу СМС. Мне понравился рассказ одного проповедника много лет назад. Сам, будучи пастором, он никогда не слышал проповеди о божественном исцелении. И некоторые из его прихожан посетили церковь, где проповедовали о божественном исцелении, и возвратились оттуда исцеленными. То есть он таким образом столкнулся с божественным исцелением, но не лично. Когда ему было под 50, врачи сказали, что ему осталось жить полгода. Сердце было в страшном состоянии от того, что он слишком много работал. Ему сказали, что все настолько плохо, что жить осталось не более полугода. Он не мог подняться на две-три ступеньки без жуткой боли в груди. И это заставило его совершенно по-новому взглянуть на слово. Он отправился в домик, где-то в глуши, один, и на две недели заперся со словом. Чтобы увидеть, что слово говорит об исцелении. По завершении этих двух недель он написал на последней странице своей Библии. «Я теперь вижу, что исцеление дано нам так же легко, как нам дано спасение. И точно так же, как я принял спасение, я принимаю свое исцеление. И я принимаю его верой». И он поставил под этой записью дату. Он не заметил никаких перемен в теле, но его пригласили проповедовать для группы студентов библейской школы. Люди узнали, что он остановился неподалеку, и они приехали к нему во время его уединения и пригласили проповедовать в библейской школе. И он поехал. Он проповедовал на тему Матфея 8,17. Он взял на себя наши немощи и понес болезни. И он сам проповедовал это слово. Он сделал это сам, чтобы сделать это правильно. Аминь. И потом он свидетельствовал этим студентам о том, что ему сказали, что жить ему осталось полгода. И он сказал, «Но теперь я принял Иисуса как своего целителя, и я верю, что мое сердце исцелено». Прямо после урока к нему подошли пару студентов и сказали, «Мы сегодня пойдем в горы. Вы бы не хотели присоединиться». И он рассказывал, тут же пришли мысли, «Ты же знаешь, что не можешь подняться и на пару ступенек без боли в сердце». Но потом прозвучал другой голос, «Исцеленный человек может». Он выбрал, какому голосу прислушаться. И он сказал, «Да, я пойду с вами». И они отправились к тому месту, откуда дорога шла в гору. Они начали подниматься, и у него все поплыло. Острая боль стреляла в груди. У него появилось головокружение, сердце не работало, и он уже чуть не упал в обморок. И внезапно он переключил свое внимание. Понимаете, его тело все это ощущало. Но он переключил свое внимание с того, что он чувствовал, и начал говорить, «Он взял на себя мои немощи». Видите, что он сделал? Он взял свое внимание и перевел его на нечто иное, чем то, что он чувствовал. Вот что такое вера. Это перевести свое внимание с чего-то очевидного на то, что вы выбираете. Итак, он начал подпитывать себя, напоминать себе. Он взял на себя мои немощи. «Иисус, я благодарю тебя, что ты их взял, чтобы я не чувствовал». Видите ли, вы не отрицаете, что вы это чувствуете, но вы говорите, «Несмотря на то, что я чувствую, я не изменю то, во что я верю». И наперекор всему, что он чувствовал, он сказал, «Иисус, я верю, что ты это взял. Спасибо, что ты забрал у меня болезнь». И внезапно боль в сердце прекратилась. Голова пришла в полный порядок, не стало головокружения. Он продолжил взбираться в гору, и некоторые из студентов подошли и завели с ним разговор. И пока он с ними разговаривал, его внимание отвлеклось от слова. И из-за того, что его внимание переключилось со слова на разговор с ними, внезапно симптомы вернулись в его тело. И он осознал, «Мне сейчас нужно сосредоточить внимание на слове». Он перестал разговаривать с молодежью и снова переключил внимание на слово. И он рассказывал, что весь путь в гору все так и продолжалось туда-сюда. Каждый раз, когда кто-то подходил с ним поговорить и отвлекал его внимание от слова, симптомы обострялись. Но как только его внимание возвращалось к слову, симптомы уменьшались. И он рассказывал, «Когда я поднимался на ту гору, как будто по одну сторону от меня шел лев, а по другую – агнец, и мною овладевал тот, кому я прикасался. Если я касался льва симптомов, они завладевали мною. Если я касался агнца, моего целителя, мною овладевало исцеление. Другими словами, на чем я сосредотачиваю свой ум, на чем фокусируюсь, чему уделяю внимание, туда же направляется моя вера». И пока он взбирался на гору, до самой вершины шло борение всю дорогу. Но когда он взобрался на гору, абсолютно все симптомы ушли. А писал он об этом, когда ему было уже за 70, и за все то время у него не было больше ни одной проблемы с сердцем. Почему? Его исцеление было связано с его вниманием. Почему? Потому что ваше внимание связано с вашей верой. Аминь. Аллилуйя. Откройте со мной, пожалуйста, четвертую главу притч. Притчи, четвертая глава, 20 стих. Давайте прочитаем место Писания, которое очень ясно показывает, что вера связана с вниманием. И то, что вы получаете от Бога, связано с вашим вниманием. Притчи, 4, 20, 22. «Сын мой, словам моим внимай». Вы понимаете, что слово «внимание» произошло от слова «внимать». Внимать чему-то значит уделять этому внимание. То есть мы можем прочитать так. «Сын мой, удели внимание моим словам». Аминь. Это крайне важно. Вы знаете, что это значит? Это значит, что половине из нас сегодня придется, выйдя отсюда, поступать совсем не так, как прежде. Удели внимание моим словам. Значит, нам придется переключить внимание со своих проблем. Переключить его с того, что мы чувствуем. Значит, нам придется переключить его с наших чувств, эмоций, из того, как кто-то не так ко мне относится. Вы от этого свободны. Я просто хочу, чтобы вы знали. Вы свободны от всего этого. Куда мы направляем свое внимание? На его слова. Он знает, если вы уделите внимание моим словам, все остальное исправится. «Сын мой, словам моим внимай». Или «удели внимание моим словам». А потом он говорит нам, как это выглядит. Как уделить внимание его словам? Он поясняет в следующей фразе. Во-первых, преклони ухо к тому, что я говорю. Это значит, ваши уши будут слышать многое, но вам придется выбрать, что вы позволите своему ушам слушать. Вам придется отвернуть свое ухо от неправильных вещей, которые вы слышите, и повернуть его к тому, что Бог говорит. Преклонить – значит повернуть. Итак, поверни свое ухо к тому, что я говорю. Это значит, вам придется прекратить поворачивать его к своим чувствам, к тому, что говорят другие люди. Прекратить поворачивать его к советам людей, которые не научены тому, чему вы научены. Аминь. Чтобы направить свое внимание на правильные вещи, нам придется сделать что-то с тем, что мы слушаем. Мы не можем слушать неправильные вещи и при этом говорить, что мы уделяем внимание ему. Следующая фраза в 21 стихе. Да, не отходят они, слова мои, от глаз твоих. Это значит, нам важно смотреть на его слово. Есть другие места, куда мы можем смотреть, но нам нужно смотреть на его слово. Когда мы платим по счетам и видим, что не хватает денег, нам придется решить, минуточку, я буду смотреть на его слово, пока плачу по счетам. Я буду смотреть на то, что он говорит. Он говорит, что он восполнит всякую нужду мою. Поэтому я плачу по счетам, выписываю чек, но смотрю я на его слово. Вы понимаете, что я имею в виду? Мое внимание на том, что говорит его слово. А потом в 22 стихе сказано, «Храни их, храни мои слова, внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Итак, для внимания нужны ваши уши, глаза и сердце. О чем вы размышляете? То, о чем вы размышляете, проникает в ваше сердце. Аминь. Храните слово внутри сердца. Слово должно попасть в сердце, чтобы принести плод. Слову недостаточно попасть в ваш разум. Ваш ум нуждается в слове, но оно должно добраться до вашего сердца, чтобы оно могло принести какой-то плод. Я бы хотела поделиться небольшим свидетельством человека, который преподавал в школе исцеления много лет назад. В ту школу приезжало много людей, а он был в ней наставником. И там было столько людей со смертельным диагнозом в очень сложных ситуациях. И вот, находясь в школе, он увидел видение. Все люди вот в такой позе, крепко обхватили себя руками. И он сказал Богу, что это значит. Я вижу, что они крепко обхватили себя руками. И Бог сказал ему, они держатся за свою болезнь. Служитель сказал Богу, как это они держатся за свою болезнь? Они ведь приехали сюда, чтобы получить исцеление. Они не приехали сюда, чтобы за нее держаться. Они приехали сюда, чтобы получить исцеление. А Бог сказал ему, чем занят их ум, тому они и уделяют внимание. А чему уделяют внимание, зато и держатся. Что он говорит? Они держатся за свою болезнь. Почему? Потому что это то, о чем они думают. То, о чем вы думаете, за то вы и держитесь. Именно перестав думать о чем-то, вы можете это отпустить. Вы слышите? Это крайне важно. Если вы о чем-то думаете, вы за это держитесь, вы ухватились за это. Когда вы перестаете о чем-то думать, вы это отпускаете. Можно я вам скажу, как выйти из депрессии? Отпустите ее. Вы скажете, я пытался, но не могу остановить эти мысли. Нет, можете, отвечайте им. У многих разум застрял в колее неправильного мышления, потому что они слышали мысли страха, тревожные мысли, печальные мысли, беспокойные мысли. И они застряли в этой колее. Они пытаются вернуть себе контроль над разумом и говорят, что не могут. Нет, можете. Я вам скажу, как снова овладеть своим разумом. Скажите, нет, я больше не буду допускать такие мысли. Я не буду бояться. Бог не дал мне духа страха, но силы и любви и здравого разума. Нет, я больше не буду в зависимости. Я от этого свободен. И я не пойду этим путем. Я отказываюсь от этого во имя Иисуса. Ответьте на это. А потом скажите, дьявол, убирайся от меня. Дьявол, убирайся от меня. Во-первых, ответьте на это. Во-вторых, прикажите дьяволу убраться. И в-третьих, скажите, спасибо, Отец, что я свободен. Спасибо, Отец, что Твое Слово – стол, с которого я питаюсь. Я благодарю Тебя за исцеление. Я вкушаю его прямо сейчас. Свой мир я вкушаю прямо сейчас. Свою радость я вкушаю прямо сейчас. Ваше дело – взять со стола то, что он обеспечил. Вам нужно это есть. Аминь. Победить легко. Просто отпустить то, чего вы не хотите. Отпустите это из вашей умственной жизни. Прекратите об этом говорить. Прекратите это прокручивать. Аминь. Аллилуйя. Я сейчас за вас помолюсь. Аминь. Просто прострите руки. И я говорю тем, кто смотрит. Будьте свободны прямо сейчас во имя Иисуса. Будьте свободны прямо сейчас во имя Иисуса. Дьявол, убери свои руки от их разума. Убери свои руки от их тела во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Просто поднимите руки и возвесьте голос. Спасибо, Отец. Спасибо, Отец. Спасибо, Отец. Спасибо, Отец! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Продолжение следует...